Улица Рахова в Чите. Вечерний час пика. Автоинспекторы останавливают автомобили с тонированными передними стеклами. Это мода? Или так вам удобно, комфортно? Никто не задавался этим вопросом. Просто затонировали все. По правилам, светопроницаемость для передних боковых стекол должна быть не менее 70%. Проверить это очень легко. Инспектор прикладывает специальный прибор к стеклу с обеих сторон и ждет несколько секунд. Недопустимо светопропускаемость с нарушениями. Будет составлен административный материал по статье 12.5.3.1, то есть тонировка, которая запрещена. Штраф сколько? Штраф 500 рублей за данное правонарушение. Если в течение 20 дней оплачивается, то 250 рублей. Раньше штраф был 100 рублей. Однако даже сейчас, несмотря на ужесточение правил, желающих ездить в приятном полумраке меньше не становится. Мне так нравится просто. Все не мешает. Тем не менее, вы сразу исправились, все сняли, убрали? Это парковочные шторки. Я их просто ставлю, когда на стоянку ставлю машину, я их ставлю, чтобы не было воровства. Составить протокол и выписать штраф – это все, что могут сделать автоинспекторы. Заставить водителя убрать тонировку они не имеют права. Правда, за такое нарушение хозяина авто могут останавливать хоть каждый день. И каждый раз нарушителю придется платить штраф в 500 рублей. Но и это еще не все. Тонировка на лобовом и боковых передних стеклах автомобиля ограничивает обзор водителя, особенно в темное время суток. Как правило, водитель, у которого нарушен обзор, не успевает оперативно среагировать на изменения дорожной обстановки и зачастую попадает в какие-либо дорожно-транспортные происшествия. За два часа дежурства протокол составили на водителя семи наглохо затонированных машин. Не повезло и свадебному кортежу. Работу батальон ДПС продолжит и дальше, не только на городских улицах, но и на стационарных постах. Екатерина Гаврилова, Николай Шунков, ЗАПТ-ТВ